Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат выборов 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Деятельность правительства Республики Западной Армении 7 августа 2018 года. Средневековый замок Артвина откроется для туристов. Сирийские ВВС уничтожили свыше 70 террористов в провинции Эс-Сувейда. Российский ультиматум Турции. Фестиваль природы и культуры в Кесарии. Владимир Петросян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Делегация правительства Республики Западной Армении во главе с премьер-министром Гарником Саркисяном 7 августа 2018 года в 11 утра посетила церемонию поминовения, организованную о сирийской общине Армении в память жертв геноцида 1938 года в Месопотамии. Премьер-министр Республики Западной Армении Гарник Саркисян выразил глубочайшее соболезнование о сирийской общине Армении и его руководство, подчеркнув, что память жертв геноцида является духовным бременем, но смирение с этим означает отказ от совершенного преступления. Поэтому он призвал два коренных народа расширять свое сотрудничество во всех формах политического и национального до полного восстановления прав двух братских народов. В связи с этим премьер-министр Гарник Саркисян подчеркнул необходимость восстановления также прав курдского народа. В тот же день, 7 августа 2018 года, Гарник Саркисян посетил военное кладбище Ерабылуж и памятники мученика Масалы и могилу Зуровар Андраника. Средневековый замок Артвин, находящийся на берегу реки Чурох, на территории Великой Армении, откроется для туристов. Крепость Артвина была запрещена для посещения, так как она находилась на военной территории, но теперь она будет открыта для всех. Отметим, что Артвин на протяжении столетий был населен армянами. В IX и XI веках Артвин входил в царствование Багратуни. В начале XX века его общая численность составляла 8 тысяч человек, из которых около 7 тысяч были армянами. В 1921 году, когда Артвин снова перешел к Турции, армяне мигрировали и поселились в Грузии, Абхазии и Советской Армении. В начале XX века насчитывалось пять церквей со смежными к каждой из них школами конца XIX и начала XX века. Сирийские ВВС атаковали во вторник автоколонну террористов из группировки Исламское государство в провинции Эс-Сувейда и ликвидировали свыше 70 боевиков. Как сообщило агентство САНА, пилоты уничтожили военно-транспортные средства противника и несколько грузовиков с оружием и боеприпасами. Удары были нанесены по базам террористов в оазисе Кабр-эш-Шейх в Сирийской пустыне, откуда они совершают набеги на мирные селения. Войскам в ходе начавшейся 6 августа масштабной операции против форпостов ИГИЛ удалось вернуть под свой контроль 7 районов на севере, востоке и юге провинции Эс-Сувейда, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. Правительственные силы, на стороне которых сражаются несколько отрядов вооруженной оппозиции, преследуют банды Исламского государства и ведут сейчас бои за важный плацдарм в местности Шинван-аль-Асфар. По сведениям САНА, военная операция преследует цель положить конец присутствию террористов в провинции Эс-Сувейда и Сирийской пустыне. Судя по статье российской газеты «Свободная пресса», эксперт по исследованиям Зауэр Караев сконцентрировал свое внимание на вооруженной группировке в северной части Сирии, образованной турками. В то время, когда Маск перемещает свои границы к северной границе Сирии, где террористы контролируют некоторые районы, Турция укрепит свои позиции в Идлибе. Однако этот вопрос между турецкой и сирийской сторонами должен быть разрешен, пока он не превратился в серьезную проблему. Россия установила срок в один месяц, чтобы Турция успела вывести свои войска из Идлиба. Последний срок прошел. Анкара может стать мишенью для атаки сирийской армии. В этом процессе Анкара постарается объединить под один флаг все террористические группировки, в том числе десятки боевиков, для противостояния сирийской армии. Кроме того, турецкий эксперт КРМ Илдырым прокомментировал, что Россия и Турция должны избегать серьезных разногласий, иначе переговоры в Астане останутся неэффективными. Этот саммит, ставший альтернативой Женевскому саммиту, утратил свою эффективность и имеет особое значение для всех сторон. В Кесаре прошел фестиваль природы и культуры Бенбоги, и на фестивале присутствовали также несколько депутатов. Депутат Народной республиканской партии Мехмед Тум заявил, что на мероприятии были арестованы избранные губернаторы и депутаты. Журналисты и ученые также находятся в тюрьме. «Нельзя говорить о правах человека в этой стране. Система полностью изменилась. Мы даже не можем говорить о судебной системе. Нам нужно объединиться, чтобы бороться с этим. Никто не мешает вере о левитов, и никто не страдает, когда курды говорят на курдском языке. Пока система не изменится, эти проблемы будут непрерывными для всех нас», — отметил он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Яртум папы» с Шеремин в исполнении Сергея Арутюняна. «Яртум папы» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...